Привет дорогие друзья, меня зовут Денни Марс, мы с вами продолжаем играть в Тесс Онлайн и в прошлой серии мы с вами начали квест, точнее, ну как начали, закончили можно сказать на середине, он сейчас где-то с Вирвольфами разбираемся. Ну я так понимаю на этом полуострове, наверное с этими Вирвольфами все покончено, потому что он мне сказал, если хочешь дальше эту историю уже познавать по поводу прародителей всех этих Вирвольфов, тебе нужно отправляться там уже в другой мир фактически, в какую-то там, не знаю, другую территорию, по-моему Гленумрские верески, как-то так это называется, я не знаю, это мне кажется, это где-то вообще в других степях, но сейчас я думаю здесь еще пока что повыполняя различные квестики, какие имеются, а потом уже будем отправляться, ну в другие там места, надо разобраться вообще с этими всеми, что тут происходит. Так, какое-то донесение Ордена Ока тут лежит у нас, интересно, начато о ножах и длинных тенях, ух ты, название очень даже хорошее. Поговорить со Скалидором. Господин, я буду молиться, чтобы это письмо дошло до вас как можно скорее, мы с коллегами провидицами обнаружили нечто шокирующее, принесет ли это благо, либо окажется катастрофой, еще предстоит выяснить. Увы, мы не обладаем достаточным могуществом, чтобы повлиять на находку, возможно даже величайшим магам нашей эпохи не хватит кругозора, чтобы разобраться в этом. Я дрожайше прошу вас, как можно скорее навестите меня в отделении гильдии магов Морнхолда. Как только вы прибудете, я вам все расскажу. Искренне ваш под взором Сиробейна, доцент Скалидир, младший провидец Ордена Ока. Вот такой вот паренек, надо будет с ним поговорить, ну не знаю, надо ли мне сейчас этот квест выполнять, и на самом деле я видал какого-то паренька, который хотел какую-то помощь попросить, он стоял там, где я в прошлый раз проводил охоту на оборотней. Там они где-то бегали, эти Вирвольфы, вот они все носятся тут. Сегодня их, кстати, очень много, вчера их там всех повырезали, никого вообще не было, и как-то было пустынно, мне приходилось их искать там на одного Вирвольфа по несколько разных групп, было людей, которые их там хотели вырезать. Вот какой-то паренек. Я не солдат, я торгую свечами, и свечей оружие не очень-то хорошее, сам понимаешь. Что случилось? Мы все пытались убежать из Камурона, там сейчас творится нечто ужасное, но стоило нам дойти до этой проклятой трясины, как нас тут же настигла другая беда. Как только мы разбили лагерь, как в него тут же ворвались культисты кровавого шипа, они схватили женщин, которые шли вместе с нами и куда-то их утащили. Почему они забрали только женщин? Наш предводитель Гелебуан слышал, как они говорили о Ковене, а это означает «веньм и неприятности». Может, ты поговоришь с Лебуаном, он где-то здесь, помощи нам определенно не помешало бы, мы тут малость не в своей стихии. Найди безопасное место, я поищу Лебуана. Ступай, Валькрофт, говорит, дескать, там безопаснее, не надо было мне слушать Лебуана. Начато ужасный обмен, звучит тоже круто очень. А что вы все делаете в этих болотах? Мы из Камурона, а там сейчас не все гладко. Мы подумали, что может быть в Валькрофте будет поспокойнее, но в эти дни, похоже, везде небезопасно. Если с моей Элди что-нибудь случится, я никогда себе этого не прощу. Бас ведет Гелебуан. Ну, он из тех, кто обычно берет ответственность на себя. Это он придумал отправиться в Валькрофт, так что теперь чувствует себя виноватым. Среди похищенных женщин была его сестра. Понятно, значит он здесь где-то обитает, да? Ну, давайте поищем его. Ну, кстати, скорее всего, в прошлый раз, вчера, я его именно, его именно и видел, потому что я куда-то туда подальше отходил, он там вот так вот стоял. Этот парнишка, который, да, точно, он и был здесь вот вчера, а тот того я не видал. Стой. Лучше бы я не предлагал никому бежать в Валькрофт. Блестящая идея, Лебуан. А теперь они пропали. Все наши женщины, культисты, похитили их и увели в болото. Ты, Гилебуан, меня послали на встречу с тобой. Да. Лучше бы мы остались в Камороне. По крайней мере, моя сестра все еще была со мной. Мы думали, что сможем дойти до Алькрофта, но попали в переделку в этих болотах, не успев туда добраться. Культисты кровавого шипа напали на нас, схватили всех женщин и утольщили их прочь. Почему только женщины? Я слышал, как они говорили о каком-то такого неверьме из Северных болот. Моя сестра обитания сопротивлялась, когда они тащили ее прочь. Я не знаю, что делать. Чувствую себя бесполезным. Мне еще никогда не приходилось так жить. Остальных я отправил в лагерь Вещунь, и это неподалеку отсюда. Пару вопросов каких-то можно задать. Давайте попробуем его спросить о некоторых вещах. Почему вы не попросили помощи Львиную Гвардию? Она тут так-то недалеко? Львиную Гвардию? Да они даже не смогли защитить Камрон. Должно быть, мои слова прозвучали резко. Что ж, ты все-таки говоришь с тем, кто лишился всего. У нас были уютные дома, магазины, спокойная жизнь. А посмотри на нас теперь. Что ты знаешь о Вещунях? Вещуни — это такие колдуни, которые посвятили себя природе и древу Вещуни. Они помогали нам после нападения и сказали, что нам лучше остаться в их лагере, пока мы не будем готовы двигаться дальше. Это здесь, неподалеку, к юго-востоку отсюда. Те немногие из моего отряда, кто остался в живых сейчас там. Что ты еще можешь рассказать мне об этой местности? Не так уж много. Она довольно обширная и здесь воняет. На южных болотах полным-полно культистов кровавого шипа, а на севере бродят ведьмы. Как бы мне хотелось остаться в Камвруне. Я думаю, что здесь мы будем в большей безопасности, вот что получилось. Надеюсь, с Бетни ничего не случилось. Да, думал ты. Ну, как обычно, индюк тоже думал. Ступай в безопасное место, может мне удастся найти твою сестру или кого-то из остальных женщин. Культисты, топи, жуки величиной с мою голову. Зачем? Ну зачем я вообще ушел из города? До свидания. Ну вот, квестик у нас такой вот нарисовался. Постепенно двигаемся на юг. Я где-то слышал шум, да, точно. Воздвигся, мол, акбал прилетел к нам. И сейчас там идет большая заруба. Можно на самом деле туда сходить, но у меня квест сразу же переместится. Ну не знаю, далековато это. Не, я не хочу. Я хочу по квесту. Там опять сейчас будет однообразная месиловка, однообразная вот эта боевка. Так, у меня сейчас оружие, по-моему, стоит. Да, у меня... Теперь я их чередую. У меня будут и стрелы, и такие. Так, из крытого режима будем наносить первый удар свой. А стоит ли вообще с ними сейчас биться? Я обычно качаюсь вне серии. То есть я даже сегодня в инвентаре полазил немножечко, заменял там различные свои быстрые слоты. Также я изменил вторую версию своего оружия. Теперь у меня два клинка еще помимо лука. То есть когда будет ближний бой, чтобы как такая ситуация не происходила, как в прошлый раз. Наемник какой-то стоит, тоже, кстати, помощи просит. Когда Вервольф со мной сблизился прям вплотную, я его из лука расстреливал. Было не очень. Так, вот они, спасаем их. Вас не видят. Незнакомец, одетый как не культист кровавого шипа. Понятия не имею, что ты тут забыл. Но как же я рада тебя видеть. А теперь скорее освободи меня. Ты из камуронских женщин? Нет, я королева нордов. Разумеется, я из камурона. Тебя прислал мой брат Ги? Я слишком досаждала культистам, вот они и связали меня. А других женщин они куда-то увели. Подозревая, что они продали их болотным ведьмам. Зачем они продали женщинам? Что за безумие происходит? Кровавые шипы договорились с ведьмами. Вроде как они отдают им нас, а ведьмам взамен помогут им управиться священиями. У них даже составлен договор. Я недавно видела, как они спорили из-за него. Так что он должен быть где-то здесь. Что у тебя с лицом? Выражение лица, конечно, у тебя... Я найду этот договор. Пожалуйста, постарайся найти моих спутниц. Эти культисты совершенно ненормальные. Но ведьмы... Кто знает, на что способны они? А я пойду, разрешу брата. Без меня бедняга совершенно беспомощен. Я найду их, а ты отправляйся в безопасное место. До свидания. Так, очередной лагерь. Так, скрытный воин идет к ним. Ага. А они все пути и подступы здесь загородили. Походу, придется с ними тут со всеми сейчас сражаться, мочить их и размачивать. Но может быть, получится. Может быть, обойдется. Так, 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 так. Вот он этот договор. Перед взором Молагабала мы скрепляем свежей кровью. Это договор между кровавыми шипами и Ковеном в ведьминой трясины. В обмен на любых нетронутых женщин, каких мы возьмем в плен при завоевании Гленумбры, мать мрака и Ковен будут чинить и препятствия вещуням Белладмы. Какие слова пошли сложные и отвлекать их. Мои слуги доставят женщин к разрушенной башне на болоте, где они будут приобрежены и введены в Ковен. Если любая из сторон нарушит данную сделку, то поплатится за это жизнью. Да, не очень-то договор, он еще и скрепленный кровью вдобавок. Так, отправиться на поиск договора спасти пленников из башни. В башне они, ага, ну хорошо, кругом культисты, кругом. Но сколько их здесь не вырезай, они всегда будут здесь. Вот за это, ну, как бы не особо мне это нравится. Я привык, что если ты зачищаешь какой-то форт или там пещеру где-то, да, ну, когда в Скайриме я путешествовал, было дело, ну, как-то очищаешь мир от гнили, и то есть хочется их вырезать, уничтожать, потому что потом мир спокойнее становится, их никого не остается, ты в этот, в любую там лагерь, где эти бандиты были, потом заходишь спокойненько и никого нет. Тишина, покой. А здесь вот их убил, только отошел 5 метров, а сзади уже они опять стоят. И смысл тогда ты их бил, да, какой в этом толк вообще, непонятно. Вроде бы не избавляешься от них, ну, максимум опыт только получать. Но это все так. Опыт можно чисто побегать, чисто этим и позаниматься, и вне серии. Ой, вне выполнения квестов. Ну что ж, меня обнаружили, придется биться. Где мой лук? Что за... Это вот, пожалуйста, я сменил, называется. Ммм, сделал, да? Что, ты на помощь зовешь-то? Немножко изменил, называется, инвентарь свой поставил, то есть так, чтобы... О, на продажу. Блин. Ммм, 22 тяжелый, блин, тяжелый. Ну да ладно, у меня сейчас нормально с перегрузом его нет. Потому что я от всего лишнего избавился, я все продал. Называется, сменил, добавил себе два меча, и теперь у меня лук вообще исчез. Давайте уничтожим его нафиг. Вы свободны. Нет, они не свободны еще. Давай выбираться отсюда. Замечательно. Поговорить с Ги. Хорошо, пойдемте. Не, ну можно здесь так-то и пробежаться, здесь в принципе никого сейчас нет. Моя сестра и остальные женщины добрались сюда. Все они немного напуганы и устали, но в остальном как будто не пострадали. Рад, что все в безопасности. Спасибо тебе. Вещуня Эмилия говорит, что скорее всего за похищением женщин стоит ведьма по имени Мать Мрака. Хотел бы я, чтобы мы сумели остановить ее, пока она не похитила их еще раз. Все эти опасности и приключения мы совсем не для этого... Мы совсем для этого не подходим. Так, дорожные башмаки, но они, конечно, гораздо хуже, чем те, что на мне, но в целом так они нормальные. Да, нормальные, давайте. Заберем. Мать Мрака возглавляет целый Коуэн ведьм. Так не сказали Вещуни. Коуэн захватывает в плен женщин, а потом превращает их в ведьм или рабынь. Вещуни рассказали мне о женщине из предела по имени Себелек. Она знает, как справиться с матерью Мрака. Где мне ее найти? Она осталась с Вещунями в их северном лагере. Встреча с тобой была лучшем света в непроглядной тьме этого заключения. Если ты сумеешь остановить мать Мрака, еще одним поводом для беспокойства станет меньше. Хорошо, я поговорю, Себелек. Ты найдешь Себелек в северном лагере Вещуни. Просто иди по дороге, которая ведет через мосты. Я постараюсь тебе ответить. Жаль, что ты не спросишь меня, где можно вкусно поесть с Камрами. Это я знаю. А история этих болот и сведения о ведьмах? Тут я знаю только то, что рассказали мне Вещуни. Расскажи что-нибудь о матери Мрака. Мне надо знать, куда я сейчас отправляюсь. Говорят, она уже пробовала человеческую плоть. А еще, что эти болота принадлежат ей и ведьмам. Вещуни сражаются с ней уже несколько десятков лет. А кто такая Себелек? Себелек ведунья из предела, которая осталась вместе с Вещуниями. Вещуня Эмилия говорит, она сможет заглянуть прямо тебе в душу и увидеть то, что с тобой было и будет. Вещуни говорят, что она не зло. Но я все-таки был бы с ней поосторожнее. Понял? Буду поосторожнее. Так, у нас очередное. Ну, у нас продолжение. Это как бы все с этими ведьмами связано. То есть, это как бы один квест. Хотя он разделен на много разных каких-то таких подквестиков. Но в целом, все-таки мы сейчас начали с вами такую подысторию про ведьм местных. Так, а далеко они находятся ли? Нет, давайте глянем. Ну, нет, не сильно далеко за деревушкой. Как раз очищенная ведьмовская изба. Ух ты. Мимо какой-то избы ведьминой сейчас пойдем. Так, здесь лагеря их. Тут надо аккуратнее себя вести. Давайте так проберемся. Особо не ввязываясь в драки здесь. И все-таки стелсовый персонаж. Я эльф. Скрытный класс, причем. Поджигатель кровавшего. Что за наемника? Давайте наемника, может, спасем какого-то. Хотя, ладно, потом мы к нему еще вернемся. В любом случае, я думаю, после того, как мы расправимся там с этой ведьмой самой главной, которая уже плоть попробовала, мы, наверное, вернемся к ним, ну, к этим вещуням. Доложим. Скажем, что все. Земля очищена. Они могут теперь спать спокойно. А то они же теперь, наверное, не улягутся. И все время будут в голове, все время мерещатся. Мысли будут эти, что их сейчас похитят вновь. Так, как бы мне пробраться в эту избу? Я хотел бы в нее пройти и посмотреть, что там такое. А, ну, то есть мы этот дом можем как бы приобрести, так понимаю, просто его потом обставлять и жить здесь. Вон оно как это все работает. Понятно. Я думаю, вот какая-то такая территория квестовая, может быть. Варианты покупки F5. Ну, точно, можно дом свой обосновать. Ну, неплохо так, на самом деле. Хотя на болотах жить, ну, не знаю. Здесь воняет, говорит. Я думаю, можно найти дома и в более красивых местах. В каких-нибудь, прям таких, не знаю, лесных. Где рядом море, может быть, красивые закаты, рассветы. Ну, там бы я пожил. Такая лесная хижинка, чтобы ты вышел из леса с какой-нибудь полосы там. И раз, недалеко море. Классно. А тут на болотах жить. Рядом ведьм, всякие вирвольфы. Страшно, мне кажется. Вещуни. Значит, ты наконец-то пришел на болото. Я ожидала твоего прибытия. Это было записано камнях и в небе. Да ладно. Ты знала, что я приду? Судьба привела тебя сюда. А я предвидела это. Ты хочешь покончить с разногласиями между Вещуньями и Ковеном. Гнева и злобы у Матери Мрака в избытке даже для вражей. Она могущественно и правит Ковеном при помощи страха и боли. А ты действительно угадала, да? Я пришел, чтобы избавить их. Как мне остановить Мать Мрака? Чтобы победить ее, тебе понадобится вот этот амулет. Ибо она умеет вытягивать жизненные силы даже из самого сильного врага. Убей меньших ведьм и дай амулету впитать их силы. Однако, используя амулет только тогда, когда Мать Мрака попытается вытягивать твои жизненные соки. Не трать его силы попусту. Ох, что-то назревает. Ох, что-то назревает, я чувствую. Ну ладно, я попробую одолеть Мать Мрака. Ты найдешь ведьм к западу отсюда. Береги этот амулет. Он твоя лучшая защита против Матери Мрака. Можно мне задать пару вопросов? Спрашивай, я отвечу, если смогу. Может быть. Почему Мать Мрака твой враг? Мать Мрака выступает против Вещуни, она твой враг, а не мой. Но я вижу, как ее злоба искажает и мучает мир вокруг нее. Какие страшные вещи она творит. Не понимаю. Борьбе между Вещуними и ведьмами столько же лет, сколько самим этим болотом. Обе стороны ищут моей помощи, но это не моя битва. Однако ты выбрал сторону. Я помогу тебе и буду причастна к этой битве косвенно. Как и должно быть. Кто ты вообще? У меня много имен. Болотная ведунья, старая болотная корга, провидица, стопий. Ты можешь звать меня просто Сиболек. Ты Вещуни, да? Нет, я родом из предела, как и Мать Мрака и Англов. Не все, кто приходит из предела, стремятся творить зло. Вещуни гостеприимны. И я осталась с ними. И я не завидую злобе Матери Мрака. Она избрала свой путь. А как этот амулет поможет мне победить Мать Мрака? Мать Мрака использует темные чары. Она будет высасывать из тебя жизненные силы, чтобы восполнить собственные. Заряжай этот амулет. Заряженный этот амулет будет отражать ее магию в нее же самому. Но ты должен использовать его в нужное время, иначе от него не будет проку. Короче, надо ждать, наверное, момент. Только как он будет использоваться? Наверное, опять на букву Е, я так понимаю. Это, скорее всего, в момент, когда она будет использовать какую-то магию. Возможно, я ее замечу. Как это будет выглядеть. Фу, я прям слышу эту мошкару. А здесь что? Ведьма! Здрасте. Это малые ведьмы, как она там называла. Ой-ой-ой, чтоб вырваться. Да уйди ты. Не, мечи брать не буду. Издалека лучше все-таки таких вот расстреливать. Потому что у меня есть такая суперспособность, которая помогает их относить подальше. Вот так вот. Раз. Если они со мной сближаются. А когда бьешь мечами, у меня там особо нет такого. Каких-то хороших таких вещей. Это суперспособности. Они по большей части так себе. Слабенькие. Так, давай, колдуй. Колдуй. Я хочу из тебя выкачивать энергию. Как там говорилось, как там завещалось. Во. Использовать есть. Успел? Три. Успел. Отлично. Все. Заряжен. Найти и убить мать мрака. Вот теперь самое главное. Походу она живет вот здесь, в этих скалах. Может где-то наверху. А вон, кстати, туда ведут прям факела какие-то. Туда дорога идет целая. Понятно. Мы, короче, сейчас к ней прям заблизимся. Так, ну мне надо вскрытный урон. Ой, в этот вскрытное положение. Чтобы первый мой урон был двойным. Тройным. Ага. Она в хижине. Он в той живет. Ясненько все с ней. Так, это обычная ведьма. Ну да, сто процентов. Она живет прям в хижинке. Такая диверсия. По болотам такой крадется незаметно. Убивать ее. Мать мрака. Да, точно вот она самая главная. Ну, короче, давайте первый урон я ей нанесу, наверное, со скрытого положения. Так, у меня на кьютом что стоит? Оно должно стоять, да. Так, теперь перед боем. Я думаю, я сейчас, наверное, все-таки выпью, съем что-нибудь, что мне даст там. Давайте, наверное, восстановление здоровья, чтобы повышалось. Так, хорошо. А теперь наносим свой первый урон из скрытого положения. Все. Двойной удар сделали. Не, ну на самом деле, да, чуть-чуть. Упана. Ты смеешь использовать мою же магию против меня. Да, это работает, реально. Качай, дай энергию. Надо было сейчас амулет использовать. Да я и так смогу победить. Я высосу твои глаза. Чё-то не особо этот амулет работает. Скорее, сдохну от него. От этого амулета мне проще так ее вынести. Да, так проще. И так эшина и страшная, как писали. Так, кинжал, одноручное оружие. Ладно, возьмем все на продажу, все сгодится. Неплохие вещи на самом деле. Не знаю, один раз только этот амулет использовал. Можно было и без амулета ее победить на самом-то деле. Так себе. Я думал, гораздо опаснее будет твари. Тем более, что я уже встречался с более опасными тварями. Я помню, ну действительно были большущие проблемы. О, крокодил. Такое бревно крадется. Не, ну крокодилы, они страшные на самом-то деле. С ними просто так лучше не связываться. Это не какие-нибудь там жабы, лягушки, плавающие. Блин, сразу хребет, перекусит. Так, ты где? Давай пообщаемся. Ты вернулся. И вернулся с победой. В точности так я и предвидела. Я одолел мать мрака. Я почувствовала, что ее больше нет. Со временем тени, сгустившиеся над этими болотами, из-за ее разрушительной злобы рассеются. Может быть, она обретет покой там, где она сейчас, где бы она ни была. И думаю, ты славно потрудился. Ты говоришь так, словно жалеешь мать мрака. Она была темным и опасным существом, это точно. И я не скорблю по ней, но я бы хотела, чтобы она обрела покой. Влияние матери мрака на эти болота было очень сильным. Теперь, когда ее нет, в трясине снова воцарится спокойствие. Надеюсь, это положит конец опасности, грозящей беженцам. Разумеется. Теперь, когда матери мрака больше нет, ведьмы зачахнут, а вещунья расцветут. Однако, тебя ждут где-то еще. Я вижу перед тобой долгий путь, путешественник. Береги себя. Так, что мы получаем? Ну, неплохая вещь, но она опять хуже, чем то, что у меня. Все как всегда. Это какой-то посох, но на продажу, тем более, что я посохами все равно не пользуюсь. Завершено. Вещунья и Ковен. Прикольный квестик у нас получился. Спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось это видео. Если же так, можете меня поддержать, поставив палец вверх. Можете также написать какой-нибудь комментарий. И подпишитесь на канал, а также вступайте в группу ВКонтакте, если вы еще этого не сделали. А с вами был Дэнни Марс. И до новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...